ТРАССА 101 Приветствую в эфире ТРАССА 101 Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В этом году сотрудники ГИБДД в Кировской области выявили более четырех сотен фактов повторного управления автомобилем в состоянии опьянения. 60 нарушителей отправились за решетку сроком до двух лет. Большинство же были приговорены судами к обязательным работам с лишением права управления. Ежедневно стражи дорожного порядка задерживают около десятка нетрезвых шоферов. ТРАССА 101 В ближайшее время должно начаться обсуждение новой редакции кодекса об административных правонарушениях. Она предусматривает повышенные штрафы, в том числе за нарушение ПДД. Однако, как пообещали в Совете Федерации, резкого роста размера взысканий не произойдет. Напомню, что поправки были инициированы Минюстом. Первая информация об этом появилась прошлой зимой. Тогда, в частности, предлагалось поднять штраф за превышение скорости от 20 до 40 км в час с 500 рублей до 3000. Идею впоследствии раскритиковали в правительстве и Госдуме. ТРАССА 101 Кстати, в новом Коапе может появиться пункт об обнулении наказания за нарушение ПДД, зафиксированные фото-видеокамерами. Если гражданин вовремя оплатит письмо счастья, то аналогичный проступок затем не будет считаться повторным. Это приведет к экономии денег. Напомню, что сейчас по некоторым составам повторное нарушение наказывается увеличенными штрафами. ТРАССА 101 Руль справа, руль слева. А что если руль можно перемещать туда-сюда? Именно такую систему запатентовала компания «Вольво», чтобы продавать автомобили в странах и с правосторонним и с левосторонним движением. Рулевая колонка закреплена на рельсах, и ее при желании можно сдвинуть в ту или иную сторону. Проблема, правда, возникла с педалями управления, но их заменили на датчики, прикрепленные к полу. Они активируются в зависимости от положения рулевого колеса. ТРАССА 101 В середине октября начнутся продажи нового четвертого поколения Kia Sorento. Стартовый ценник – 2 миллиона 150 тысяч рублей. Кроссовер предложат либо с бензиновым, либо с дизельным мотором. Первый – объемом 2,5 литра мощностью 180 лошадей. Второй – объемом 2,2 литра мощностью 200 лошадиных сил. Трансмиссия в первом случае – шестиступенчатый автомат. Во втором – восьмидиапазонный робот с двумя сцеплениями. Привод передний либо полный. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания.